здравствуйте дорогие наши слушатели и зрители конечно же среда это маленькая пятница настроение должно быть классное несмотря на обстоятельства которые нас окружают они такие интересны сегодня среду после обеда выходят передачи безумные смыслы ну и конечно же рядом антон солопов антоха привет здарова а яду дочки тебя услышали мы все не стал я знаю какой теме говорим и сегодня же четверг да и мы с тобой знаем что такие у нас обстоятельства что мы все это не успели записать записываю четверг но говорим о среде и вот сейчас девчонки говорят ты где учет ему скажи говорит вам сегодня четверг почему говорим среда и вот приходится иногда вот обстоятельства складываются да и вот это говорить конечно же эфиры мы записываем заранее чтобы в среду было был материал так обстоятельства складываются нашей жизни сегодня тема у нас будет конечно же про обстоятельства ну давай вещай антон александрович что значит для тебя глубина вообще понимание этого обстоятельства в нашей жизни слушая у дома пока ты это слово не сказал у меня его словах нету этого слова обстоятельства его не использую вообще вот и сейчас начал говорить в десетливого у него прям смысл проявляется на обстоятельства но обставить то есть ты обставлен чем-то я просто читаю смотри как на моего отношения к обстоятельствам это те события или вообще все что происходит нашей жизни то чем бог обставляет наш путь куда-то уводит или приводит наоборот куда мы не хотим идти а вот нас туда привело часто люди когда находятся в обстоятельствах двигаются по определенному какому-то пути не замечают тех ресурсов которым их подвели да и от они начинают в этих обстоятельствах по кругу замыкаться в этих декорациях которые в принципе сформированы для того чтобы может быть ресурс увидите себя поменять вот обставление этого пути обстоятельства ну да просто в моей голове есть события события то событие то есть когда ты являешься осознаешь ответственность за создание того пространства в котором находишься да круто ты вот сейчас об этом сказал действительно две такие вещи события обстоятельства то есть события которые создаются ты в них узнаешь себя ты узнаешь них свою энергию узнаешь свои смыслы и чувствуешь в них себя органично и как пластилином управляешь этими событиями ты понимаешь на них влияешь а обстоятельства это нечто такое происшедшее ты понимаешь что ты даже частью создания не был вот этого процесса ты просто его принимаешь и тебе либо обойти да либо пройти либо как-то использовать но это не пластилин не глина из которой ты что-то лепишь да это тоже какой-то такой готовый конечный такой материал фигура да с которой ты уже вот что-то должен сделать и спасибо тебе за это да потому что вот сейчас прям да если мы также идем в этом поле дуальности на события и обстоятельства и сейчас нам действительно почему ты говоришь сейчас сложились обстоятельства да вот про мы сейчас находимся в ситуации там коронавирус кризис там и так далее знаешь но в то же время я хочу сейчас ввести еще два понятия здесь же эволюция революция скажу просто то есть эволюция это когда ты осознаешь некий причинно-следственные связи происходящего да и например часто экономисты социологи культурологи финансисты на политологи то есть люди изучающие некие циклы временные циклы тех или иных событий смогут сказать что этот кризис это не обстоятельства это конкретное событие которое основано на каких-то причинах а люди обыватели ну то же мы с тобой не специалисты там финансах там в экономике или чем-то ну ты больше чем я например в этой стереи ты к этому слышишь гоу революция то есть это для меня эволюция ты являешься ты осознаешь причины возникновения того или иного события да а революция ты не осознавая причины ты просто оказался в определенных обстоятельствах да не осознавая причин ты не видишь их закономерность и вот здесь наверное знаешь как вот как раз хочется об этом проговорить что вот нельзя сказать что вот это вот событие а это обстоятельства то есть для кого-то одно и тоже происходящая ситуация может быть и тем и другим на второй вопрос я осознаю причины да насколько целостно я смотрю беру ответственность за происходящее да и я уверен что есть люди которые сейчас в этой ситуации они целиком и полностью понимают что это не какая-то случайность да это абсолютно закономерные процессы которые сейчас происходят это события а не обстоятельства которые вдруг наглубь нам обслалились да и вот даже мы с тобой перед разговором да ты уже начал говорить за то что ты понимаешь что это некие события но это неизбежно ну вот очищение обнуление смена приоритетов да для общества для человечества некие тоже такие закономерные процессы если посмотреть на происходящие события опять же такой духовный парадигмы да из какого-то такого ну жизненного восприятия да не социального экономического финансового а вот просто каждый внутри вот еще с кем людьми общаешься вот ощущает какой-то одинаково все чувствуют как будто мы обнуляемся да очищаемся и вот и вот я не знаю ты об этом говоришь сегодня мне два человека об этом написали и такое ощущение что все как будто одинаково осознают что все создали это да то есть мы сами к этому пришли а потом мы начинаем попадать какие-то роли например там как работник исполнитель там управление предприниматель а его здесь ты начинаешь понимать вот они обстоятельства но что-то с этим делать надо я вроде бы как человек понимаю что мы очищаемся мы обнуляемся мы ближе становимся к природе к себе но кормить то есть надо и тут ты дальше начинаешь понимать что надо как-то реагировать на эти на эту ситуацию да на эти события и вот не знаю да зачем мы сейчас об этом с тобой проговорили и дальше задай какой-то вопрос сейчас я понимаю что мы сейчас можем идти с тобой вообще в абстракции знаю сейчас как-то хочется сузить как теперь вот этим чем куда дальше пойдем здесь у меня один вопрос такое вот обстоятельства события то понятно все таки это может быть да одно какое-то явление до который каждый оценивает исходя из своего уровня знаний там аналитики стратегического визни и так далее но основной вопрос другом как 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 правильно принимать решение в обстоятельствах этих потому что не знаю мне нравится пример когда маленький ребенок к утюгу например дотянется этот мы такие живем жизнь как ты говоришь мы общую картинку в целом не видим и нам хочется вот этого мы идем туда задолбимся и раз нам обстоятельства по рукам шлепнули не трогай утюг горячий второй раз третий ну ладно потрогай горячий а понял хорошо до дошел до этого до этого события в этих обстоятельствах получается и вот здесь вопрос как понять потому что тоже много картинок есть разных типов значит такие мотиваторы демотиваторы когда человек идет идет к цели со своей кирпозе ты чуть-чуть не дошел а там гора алмазов была или наоборот и и не было да вот ты обожгешься ты или не обожгешься насколько нужно осознавать себя и те события которые происходят чтобы в обстоятельствах принимать правильный курс знаешь но здесь наверно опять можно вернуться к событиям и к обстоятельствам с точки зрения стратегии то есть событиях заложена стратегия про активности то есть ты осознаешь ты понимаешь что все что вокруг происходит выбора эта возможность да поэтому я продолжаю использовать эти возможности для какой-то своей цели да для какого-то своего намерения да которое было я понимаю что происходящее событие абсолютно эволюционны логичны да являются в может быть случайным да каким-то неожиданным но абсолютно управляемым процессом понимаешь о чем я говорю то есть грубо говоря моя стратегия цель смысл вектор как угодно можно назвать да деятельность не меняется потому что я понимаю что я использую существующие изменения также своего пути а если я понимаю что я нахожусь в событии я осознаю эволюцию происходящего процесса если вдруг я понимаю что это обстоятельства это революция в моей голове да ну то есть а откуда как что теперь делать и здесь включается другая стратегия стратегия реагирования да то есть вот они две таких ключевых стратегии то есть про активное да я осознаю и понимаю что я дальше этим как-то управляю принимаю какие-то решения да использую возможности в моменте времени реализую общую стратегию либо я реагирую да если вообще меняю собственное позиционирование да меняю собственную роль и каким-то образом заново ищу ответа на вопрос так а кто я здесь что я здесь как мне здесь себя вести для чтобы адаптироваться под ситуацию и опасность именно в том что на этом этапе мы можем свалиться в эти рептильные реакции да у нас то есть убегание там куда-нибудь до скрыться подождать да потом там агрессировать то есть быть недовольным и энергию тратить ну вот было хорошо тогда сейчас плохо потому что да мы просто кейперит как в этой жизни там и так далее то есть выбрать немножко не конструктивную модель поведения в этом реагировании но в том же время о чем ты сказал это третья стратегия то есть значит я начинаю понимать что эти обстоятельства заново даете возможность задать вопрос а все-таки туда ли я шел до этого надо ли это то есть такая переоценка действительно ценности такой некий третий путь да когда я не просто реагирую я не убегаю я не прячусь я не агрессирую а я действительно использую эту возможность для некой такой остановки да еще раз для приоритетов для осознания ценностей смыслов и направлений своей деятельности после вот этой всей ситуации то есть здесь нельзя сказать наверное правильный неправильный ответ вот вопрос выбора то есть я использую возможности для того чтобы продолжить свой путь достижение своих целей используя возможности находя новые тактические ходы да второе я просто убегаю от этой ситуации боясь убегая агрессируя там я в домике и так далее либо третье действительно нахожусь на стадии переоценки опять же своих ценностей принципов и целей направлений и что из этого правильно ну трудно сказать так если объективно посмотреть наверно хуже всего на просто реагировать да вот реагировать убегая как-то эмоционируя прячась паникуя это наверное самый деструктивный форма выбора какой-то вот стратегии реагирования в процессе да второй вариант если я четко осознаю понимаю как я могу использовать эту ситуацию круто мне кажется используем идем дальше если мы понимаем что что-то приоритеты меняются ценности меняются энергия куда-то упала дело то что я делал до этого это действительно возможность переосмыслить себя свою деятельность себя в деятельности нам тоже стратегия поэтому как наверно трудно что-то предложить на самом деле это уже интересно потому что ну как минимум нужно понимать что есть деструктивный способ поведения когда как раз ты просто ты делаешь все это может быть разные реакции твое убегание негатив все что буду ты делаешь все чтобы себя опустошить да и не найти того решения то есть получается ты к этому тему все-таки дотянешься да так или иначе потому что хочешь туда пойти вот и себя все высасываешься у тебя все вокруг плохо и как бы умираешь там в любой в любом виде деятельности как человек как предприниматель как угодно когда про проактивность говоришь есть прикольная штука есть она уже много лет наблюдается и в принципе у компании даже больших да когда они стратегически устраивают эти глобальные цели долгие обстоятельства сейчас настолько резко меняются то они как раз и уходят вот в это словом вот в это да такое замирание некое а когда проактивные позиции ты от обстоятельств ускоряешься получаешь находишь другие возможности ресурсы ты не тратишь эти силы на то чтобы оценивать а как было и что было на анализ да на это от это обстоятельства отталкиваешься и дальше получается так проактивные движения что ты от каждого обстоятельства даже негативного любого но негативных опять это же оценка каждого из нас кто-то говорит негативно позитивно сейчас вот коронавирус да кому-то негативно а кому-то позитивно в онлайне стали больше заказов у меня на обучение стали заявки приходить люди хотят учиться в интернете продавать кому-то плохо кому-то хорошо да и вот получается как ты как как ты на это событие смотришь события обстоятельства что-то двигаешься вот эти режимы ускорения а по поводу вот наблюдатель это наверно знаешь какая штука интересная это когда вот я не понимаю себя как механизм вот в этой большой картинка глобальной задумки что там происходит но я принимаю то что не понимаю да я опять же не в негатив ухожу но я принимаю что я какой-то другой во мне что-то есть здесь получается уже вопрос насколько глубоко я смогу себя посмотреть осознать эти вещи ну какие ориентиры то у меня вообще потому что буквально там вчера разговором интересный был коронавирус это чем если глобально подумать это о том чтобы люди перестали бегать за материальными ориентирами побыли наедине с собой посмотрели в себя и нашли человека того в себе не вот эту маску как ты грешкой там кого-то а именно человека если же глобально посмотреть то где ты очень интересная позиция кризис который был там когда все компании порушились так кризис если перевести с греческого да это как очистилищ суд божий и какие компании выжили компании у которых был подход человечный бизнесу хотя у них по экономическим всяким прогнозам выжить вариантов не было никакого и вот много таких интересных историй получается и вот здесь наверно да самое главное что сказал что мы не уйти вот в эту в реакцию состоянии когда ты потеряешь себя энергией еще вокруг всех этим заразишь вот тогда вопрос здесь такой не все же понимают какие явления может быть происходят со мной или внутренние каких процесс когда я должен продиагностировать слушал у меня сбой и тот говоришь так хорошо когда ты оказываешься в моменте времени вот в этом и ты забывать начинаешь ой слушай мы же говорили что есть три варианта пути и начинаешь негативить подожди стоп вот как есть ли какой-то не знаю механизм диагностики внутри себя чтобы поймать диагностики смысле понаблюдать каких я стратегия и просто но чтобы не потеряться до моменте слушай не не знаю сейчас у меня у нас сейчас мы в голове не знаю к этому или к этому просто образ возник да это про образ пруд река на океан сейчас я точно абсолютно понимаю что себя устойчивые люди чувствуют которые заранее сами себе когда была ситуация стабильности ситуации подъема создавали шторм внутри себя да они прокачали себе навык серфинга на волнах да там они научились плавать а кто-то в прудике лег на этот на лебедя вот этого и плавает да то есть нету навыка работа в изменениях да нету навыка работа с стихиями да грубо говоря и то есть мысль да вот мысль что растет живое то что движется и каждый человек да сделать какой-то лавала вперед то есть каждый человек осознает что стабильность это смерть до изменения и вот наверно то что сейчас происходит даже никакой лайхапка не нужно если надо людям что нужно делать мир как раз так иначе стимулирует нас что-то начать делать что-то начать думать что-то начать менять да что так там крути меняться одним словом то есть на вот из этого из болота даже из реки выкинули в океан да там делать просто идет этот идеальный шторм и это перетряска для того чтобы люди наверное вылезли из болота общего то есть каждый в каком по своем болоте находится да и он уже и мужик отшит и болото навсегда да и потом это же болото она засасывает даже не замечаешь как тебя как-то засосало в это болото и умер да собственно как этот газ да угарный газ и когда сидишь газ включен ты не замечаешь что он есть или сначала ты засыпаешь а потом собственно и убираешь вот у меня сейчас ощущение нас просто вывели из комнаты райза с этим с ударным газом вот ребята тут жизнь смотрите тут все нормально волны плещутся дождь идет молнии есть работают все нормально да мы живем пространство работы там энергия есть и есть есть такое ощущение мы сейчас там встречаемся со стихиями да жизнь это и есть какая-то стихия и никакого не могу ничего никого посоветовать тут не надо ничего советовать она все происходит мне кажется всех трясет по-своему и каждый сделает свой level up из какого-то болота кто-то из болота перейдет в реку кто-то из реки да когда он просто плывет по течению попадет в океан да и научится управлять вот этими огромными волнами для того чтобы кайфануть уже просто от тех изменений а кто-то уйдет в тину да совсем засосет кто-то это тоже нормально насчет такой закон как бы нам тоже не звучало страшно закон джунгли да вы же ведь сильнейший но блин вот прям то сейчас именно животные инстинкты хорошем смысле слова тоже проявляются да либо ты выкарабкиваешься либо ты что-то делаешь мы либо ты жертва да ты тот кого сжирают и это неплохо не хорошо это тоже некий такой закон жизни поэтому любой кризис он ставит все как-то на свои места и то же время одновременно это возможность то есть кто-то вчера был сильный зажрался пузо нарастил да он сегодня уже слабый именно потому что он перестал развиваться перестал двигаться и кризис да из этого пузыря да из этого там ну метафорически до человека с пузом плавающим а не знаю он сейчас тонет а потому что он забыл как как развиваться да он забыл как что-то делать да поэтому сейчас возможность прямо в смысле слова возможность войти выйти вот в эту вот роль да смотри если так прям это резюмировать все 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 это то можно понять так что обстоятельства любые глобальные не глобальные которые происходят нашей жизни это возможность возможность расти или возможность упасть возможность найти в тебе человек или потерять себя человека и вопрос того насколько ты в этих обстоятельствах действуешь получается я это мой выбор моя возможность куда пойти действовать или сидеть дома и наращивать курс дальше пить пиво, говорить, как все плохо, распространение негатив. То есть, получается, вопрос действий, даже не понимая, все равно нужно что-то делать. Абсолютно. То есть, знаешь, как вопрос, сейчас дикая энергия, дичайшая энергия, просто вот она как будто выкинулась в пространство. И второй вопрос, мое отношение к этой энергии. Я ее боюсь, потому что я чувствую, что она меня задавит, передавит, утопит и так далее. Либо я хочу воспользоваться этой энергией. Да, я не знаю, как, я не знаю, что с этим делать, потому что никто не знает, да, что и как, где возможности, что вырастет, что прорастет. А ключевая задача – действовать, да. Второй вопрос – откуда действовать? Ну, мы в самом начале проговорили про эти там три стратегии, да, о том, что продолжать действовать, реализовывать свой путь, свою миссию, свои ценности, понимая, что возможности всегда только усиливают. Второй вариант – лучше не реагировать, убегая, прячься и агрессируя. Это, наверное, самая плохая стратегия. И третья стратегия – это действительно уйти в умиротворение, да, уйти в спокойствие, понаблюдать, да, включить такую прям осознанность, наблюдение, общение, принимать все то, что происходит в какой-то момент времени, принять идею, почувствовать и начать действовать, да, потому что сейчас возможность действительно как это, вихрь, и летят с полей на поля какие-то новые семена, да, там, не знаю, из континентов на континенты, да, перелетают новые какие-то животные, как это, не животные, как это, насекомые. Ну, не суть, то есть переопыление такое какое-то происходит, поэтому именно сейчас можно поймать ту идею, то семя, да, которое вчера и завтра не поймаешь, да, просто потому что одуванчик раскрылся, да, и полетели семена по миру, да, поэтому осознаем, принимаем и действительно действуем, используем эту энергию. Потому что долго не будет, сколько там, если говорить, четыре стадии, да, у нас есть, да, вообще принципы цикла, то есть сначала там подъем, потом там апогейники, да, потом кризис, потом депрессия, да, и потом опять там подъем. И вот сейчас у нас этот кризис, там, ну, по-разному проходит, там, полгода, год, да, потом в состоянии депрессии, сколько оно будет, там, непонятно, что же полгода, год, два, три, да, и потом начнется подъем. И вот именно в ситуации кризиса происходит это захватывание новых идей. Этап депрессии – это не депрессия. И поймал, что с ними делают. То есть, хорошая наша смысл и слово, это такой этап трансформации, этап встраивания техновых идей в свою деятельность, свой бизнес-процесс, неважно, свою личную жизнь, да, и этап депрессии, он важен, да, это этап рефлексии, по-другому назвать, после которого происходит обнуление, обновление, и опять подъем вверх. Так вот, будем мы с вами идти вверх, либо пойдем вниз, это действительно сейчас выбор каждого, да, поэтому две стратегии – проактивно делаем то, что и делали, используя возможности, вторая стратегия – выдохнули, убегаем, там, паника оставляем кому-нибудь другому, наблюдаем, видим идеи, берем их себе, да, прям все, что возможно, все, что увидим, входим в активность, набираем идеи, то, что не ваше, умрет, улетит, да, и потом уже в состоянии депрессии думаем, да, что теперь с этими идеями делать, что я буду проращивать, да, и вот он потом пошел в подъем. Поэтому набирайте идеи, набирайте все возможности. Прикольно, на этом бы, конечно, хотелось завершить, но еще пять минут, ага, еще пять минут, у меня, да, знаешь, большинство людей, я вот общаюсь на эту тему тоже, говорят, чувак, все прикольно, все классно, кушать-то хочется, деньги кончаются, вот идеи все ваши, эти обнуления, это все, конечно, прям огонь, а вот жить-то на чем? Слушай, ну вот у меня у самого, да, ситуация, я же сам нахожусь-то в каких, у меня самые две просадные отрасли, да, заодно, что бизнес-тренер-коуч, и первое, от кого отказывается корпорация, это, естественно, от этих услуг, и второе, мой бизнес связан с путешествиями, то есть просадка и там, и там, то есть я как раз в ситуации, когда в прямом смысле слова обнуление, ну, где вообще не паришь, то есть вот, я не могу это объяснить. Да я сейчас не про тебя, я слушаю, я тебя-то понимаю, я сам в таком состоянии, ну, я его чувствую, это состояние, и могу принимать без вот этих материальных провалов, а у людей есть паника, прям начинается, понимаешь, то есть у них вот эта иллюзия стабильности разрушилась, и трындец начинается, и вроде бы человек, знаешь, он такой застрял, он и понимает, что да, вот обнуление, какие-то новые фишки, а с другой стороны, блин, ну пойду в огород копать, вот хотя бы 100 рублей заработаю, и получается вот тут тоже вилка некая, да, вроде бы ты можешь и стрельнуть, и прям будет все огонь, а можешь и не пойти испугаться того, что тебе есть нечего быть. Да, да, согласен, то есть либо безопасность, либо доверие, да, то есть это как раз возможность кризиса, возможность перехода, то есть я нахожусь в состоянии безопасности, что имеется в виду, я понимаю, что кругом враги все-таки, да, и мир это в большей степени враг, поэтому нужно создать максимально безопасные стратегии выживания, а есть следующий ловел-ау, следующий ловел-ау это доверие, что бы ни происходило в любой ситуации, я доверяю себе, доверяю миру, доверяю пространству, да, что моя безопасность обеспечена, то есть мне нужно, да, и это действительно, это в каком-то смысле слова связано с такими вещами, как вера, и здесь либо ты в это веришь, либо не веришь, это сложно обосновать какими-то свод анализами, объяснениями, причинно-следственными связями, и действительно человек тебя может убедить, рассказать, парень, слушай, ты со своей верой в это все, ты же понимаешь, что реально, завтра кормить нечего будет, и вот объясняя это, ты попадаешь в эту ситуацию безопасности, начинаешь строить какие-то мелкие действия, ну и вот за своей безопасностью прячешься, и твоя стратегия выживания, и после кризиса ты в ней же остаешься, да, ты остаешься в этой парадигме стратегии выживания, а если ты выпадешь стратегию доверия, вот она вера, да, ты расслаблен, а что такое расслабление? Расслабление, то я уже ищу новые идеи, я ищу возможности, я ищу эти семена, да, и эти семена дальше становятся началом уже не стратегии безопасности, а стратегии благополучия, да, стратегии изобилия, да, стратегии нереагирования на ситуации, да, стратегии создания событий, но здесь трудно, что там, вера, суха, и она вот так вот за раз как-то, наверное, трудно этому, ну научиться что ли, да, это просто, это нельзя научить, потому что учится мозг, а это не мозг, это немножко другая штука, на самом деле, тогда получается прикольная вещь, что такое обстоятельство, ведь то, о чем ты говоришь, Бог сказал, не думайте, что вам есть и пить, да, я об этом во всем подумал, я птицам, которые не имеют там гнезда, и о них забочишься, а вас-то тем более, это как раз вопрос веры, и любые даже маленькие обстоятельства, получается, которые в нашей жизни, это толчок вытянуть нас из вот этой реакции, где мы формируем себе иллюзию безопасности, находимся в постоянном каком-то выживании, негативе, так или иначе, потому что там не хватает всегда чего-то, нас постоянно пространство, обстоятельства не проверяет, нашу эту безопасность, ну выходи, чувак, вот она, другой уровень, другой уровень доверия, там семян много, там ты прорастешь, ты будешь делать то, что ты реально хочешь, а не то, что ты должен делать, для того, должен в своей голове, для этой безопасности, которая является тоже иллюзией, любое обстоятельство жизни, по факту, это вот эта граница, что ты выберешь. Да, абсолютно, да, да. Ну давай, завершалочку, наставление нашим слушательным зрителям, пару фраз, не знаю, пару предложений. Слушай, а я повторю, да, то есть живое то, что растет, да, растет то, что движется, поэтому сейчас, наверное, не время превращаться в камень, да, не время превращаться во что-то такое закрытое, сейчас время двигаться, да, время жизни, время движения, в разные стороны, в хаотичные, случайные, неважно, но это возможность двигаться, поэтому, наверное, рекомендую всем двигаться, как той лягушке, да, которая там в этом молоке, все-таки сбивала, 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 да, куда-то бежала, она даже не знала, что это молоко, и она не знала, что молоко сможет стать маслом, но в какой-то момент это маслом стало, она выпрыгнула из этого пространства, поэтому просто двигайте, Двигайтесь, сделайтесь, как минимум физически здоровее станете, духов здоровее станете. Это уже немаловажно. Мы прокачаем силу духа, силу веры свою. Наверное, как-то так. Просто двигаться, действовать и увеличивать свою внутреннюю веру в себя, в пространство, в окружение, в энергию. И, в конце концов, выйдите в стратегию создания событий. И следующий кризис, который уже приблизится, через 10 лет он будет очередной. Вы уже поймете, а, теперь я понимаю, теперь я осознаваю, что это как раз возможность, которая была на прошлом кризисе запущена. Теперь я знаю, что дальше делать с этим кризисом. Наверное, как-то так. Наверное, слишком, не знаю, насколько это полезно будет. Да, классно. Друзья, ну что, спасибо, что были с нами. Хочется, знаете, со своей стороны, что сказать. Когда в жизни что-то происходит, события, обстоятельства, смотрите всегда не позитивно или негативно. Меняйте свое мышление. Это новый ресурс, это новый трамплин. Знаете, как в школе раньше прыгали, такие трамплинчики нам подставляли. Можно было и нос сломать, можно не прыгнуть было у него, а можно использовать нормально. Поэтому любое обстоятельство, которое происходит в вашей жизни, не фокусируйтесь на негативе, на каком-то, а посмотрите, как из этого обстоятельства и куда нужно подпрыгнуть выше. И потом будет другое обстоятельство, от него еще куда-то подпрыгните. Не думайте заранее, сколько этих обстоятельств вам нужно, чтобы куда-то допрыгать. Вы просто прыгаете в моменте каждый раз от каждого обстоятельства. И точно, как минимум, будете кайфовать, не будет негатива. И как максимум просто незаметно окажетесь рядом со своей мечтой. Смотрите очередной выпуск через неделю. Сошли с ума, что бываете с разумом. Антоха, пока. Кусок энергии от меня. Пока, чем ты был. Продолжение следует...